Жительнице квартиры, где в минувшую субботу обрушился потолок, будет предоставлено временное жилье. Напомним, в одной из квартир аварийного дома номер 81 на Клементьевской улице рухнула балка кровли и проломила потолок. К счастью, в этот момент хозяйка Татьяна Александровна Фирсова находилась в другой комнате и разговаривала по телефону с дочерью. Как хорошо, что я не пошла, не стала любопытно заглядывать за эту открытую часть, потому что я бы на ней добежала. Мне только она кричит в трубку, мам, не ходи, ничего не смотри, все как есть. Я накануне, конечно, часть вещей закрыла старыми одеялами и все остальное. Ну, в общем, я только зашла и не успела на ступню ее прикрыть, потому что это... И как брохнулся, уже пошла балка. И балкой уже не видно ничего. На Клементьевскую 81 сразу приехали представители администрации депутатского корпуса. Сотрудники управляющей компании принялись разбирать завалы. Хочу заверить жителей, квартиры, дома, что мы не оставим эту ситуацию в покое. То есть будем решать до конца. Жителей никто не оставит, не бросит. Мы будем решать все вопросы и поможем в этой ситуации. От переезда пока отказалась собственник. Мы все равно на связи с ней. При необходимости готовы переселить в маневренный фонд до момента расселения. Двухэтажный дом номер 81 на Клементьевской улице построен в 1953 году. В нем всего 12 квартир. С 2013 года дом признан аварийным. По этой причине в нем не проводился капитальный ремонт. Его жильцы ждут переезда в квартиры строящегося дома на улице 2-й кирпичный завод. Его планируют сдать к концу года. На сегодняшний день всем жильцам аварийного дома во избежание повторных чрезвычайных происшествий будет предложена временная жилплощадь. Мы будем предлагать, направлять уведомления, а жители уже будут самостоятельно принимать решение о переезде. Предлагать будем в любом случае. Маневренный фонд предлагается всегда при признании жилых помещений непригодным для проживания. Есть, конечно, ограничения при предоставлении. То есть мы не можем предоставить жилые помещения маневренный фонд, если есть какие-либо иные жилые помещения в собственности у граждан. Но мы все равно все варианты рассматриваем при необходимости и готовы предложить. Всего в округе 171 жилой дом признан аварийным. В этом году к расселению планируется 875 жилых помещений, расположенных в 78 домах. Под эти цели возводятся 4 новых дома. 2 в Краснозаводске и 2 в Сергиевом Посаде. На улице Владимирской и 2-й кирпичный завод. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова